К нашему эфиру присоединяется Сергей Кривенко, правозащитник, глава общественного движения, гражданин армия правы. Рад вас приветствовать в эфире Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, для своей внутренней аудитории, которая так или иначе воспринимает или не воспринимает информацию подконтрольных Кремлю медиа, каким образом объясняется вся эта ситуация с мобилизацией? Для чего нужна масштабная мобилизация? Куда прежние мобилизованные делись? Ну, сейчас, 1 апреля, началась не мобилизация. Это плановый призыв на срочную военную службу, который в России уже постоянно идет. И надо понимать, что российская армия пополняется тремя путями. Это призыв на срочную службу. В год призывается чуть меньше 300 тысяч. За два призыва весенний и осенний призыв. И призыву подлежат молодые люди от 18, раньше до 27, теперь до 30 лет. Это вот такой первый канал пополнения российской армии. Второй канал – это заключение контракта. Эта процедура тоже была изменена. И теперь фактически каждый молодой, любой молодой человек, достигший 18 лет, может подписать контракт с 18 до 65 лет и стать военнослужащим российской армии. Это вербовка на контракт, которую мы видим, которая после начала ширкомасштабной войны развернулась уже весной 22 года и продолжается до сих пор по всей стране. Массированная, активная вербовочная кампания, принуждающая. Контракт формально заключается добровольно, но побуждают людей заключать контракт, соблазняя большими деньгами. И третий путь – это мобилизация, призыв на военную службу по мобилизации. Мобилизация объявлена указом 21 сентября 22 года, и юридически она не закончена, она продолжается. Но первая волна мобилизации прошла в сентябре и октябре 22 года. Призвали, как говорят, 300 тысяч точных цифр, проверить это невозможно. И с тех пор призыва по мобилизации пока нет. Тому есть свои причины, потому что мобилизация очень неадекватно была воспринята в российском обществе. И такой вот нанесло удар между взаимодействием общества и власти. Так что вот эти три пути. Военнослужащих по призыву действительно массово на войну с Украиной не направляют. Их очень активно также вербуют на контракт. Буквально с первого дня после призыва на срочную службу в казарме молодых людей начинают уговаривать, принуждать, а мы даже фиксируем случай избиения, и заставляют подписывать контракт. Как только он подпишет контракт, его можно хоть на следующий день отправить в зону боевых действий, на войну. И все. Ну вот воюют в основном контрактники, мобилизованные. Ну, ЧВК сейчас уже нету. Так что основной риск, один из основных рисков для военнослужащих по призыву, это вот то, что их заставит подписать контракт. Ну и второй риск, то, что их направляют на приграничные территории, где они могут привлекаться там погрузочно-разгрузочным различным работой. Также идет призыв по гранслужбу, где они могут служить на границе, и там действительно тоже есть случаи гибели от обстрелов. По крайней мере, зафиксировано несколько десятков военнослужащих по призыву, которые именно по призыву погибли. Кроме того, их могут призвать во флот, и на кораблях служат срочники, которые тоже могут погибнуть. Но массово пока их не направляют. Но это тоже никаких законодательных запретов в Российской Федерации отправлять военнослужащих по призыву на войну нет. Это пока в кавычках такая добрая воля российского Минобороны, и это может измениться в любой день. Как только там что-то случится на фронте, если понадобятся войска, то военнослужащих по призыву точно так же могут отправить на войну. Я знаете, что хочу у вас уточнить? Ведь так как мы так или иначе рассматриваем эту тему и разбираем постоянно, в нашем информационном поле точно есть понимание, что происходит в России, что мобилизация тайная, наявная, начинается или продолжается, так или иначе это такое какое-то перманентное уже явление. А вот вообще слово «мобилизация» в российских СМИ каким-то образом звучит? Как вообще приучают к этому слову российское общество? Как с этим там обстоит дело? Мобилизация, она очень такое емкое понятие. Действительно, люди складывают немножко разный смысл. Но если руководствоваться буквальным смыслом, юридическим тем, то есть призыв на военную службу по мобилизации. А правда воевать в Украину, это каким-то образом сейчас к тому, что придется это делать, российское общество принуждают? К тому, что придется так или иначе большинству мужчин, по крайней мере, отправиться и защищать родину от выдуманного врага? Ну, посмотрите. Призыв на военную службу по мобилизации – это юридическое понятие. Вот это первая волна прошла осенью 22-го года. То, что вы говорите, это мобилизация общественного мнения. То есть да, страна катится, Россия катится ускоренными требованиями в войну, в такую тотальную войну для России, войну с Западом. Об этом без конца говорят государственные российские СМИ. Да, говорят о том, что надо будет всем воевать. Мобилизация общественного мнения есть. И она очень усиливается, она очень наглая, нахрапистая. Уже говорят и ядерное оружие и так далее. То есть готовит людей к долгой войне. Это действительно так. Но это мобилизация общественного мнения. Если мы говорим о военной службе, то пока второй волны мобилизации не было, то есть призыва на военную службу по мобилизации не было, мы это не фиксируем. В повестке люди по мобилизации не получали. Сейчас вот начался призыв на срочную военную службу. И продолжается активнейшая вербовка на контракт, которая вот сопровождается вот этой рекламной кампанией, мобилизацией общественного мнения, переводом многих предприятий на военные рейсы. Это, да, в России продолжается. А к вам обращаются? Вы же и глава общественного движения, и правозащитник. Занимаетесь ли вы помощью тем, кто не хочет, например, идти воевать в Украину, правовой помощью? Есть ли обращение к вам? Просто мне интересно, насколько статистика таких обращений увеличилась после так называемых выборов. Ну да, то есть чем сейчас мы и занимаемся в связи с российской армией, это только помощью отказчикам от военной службы. На удивление, в России еще работают статьи и конституции, которые позволяют любому гражданину в случае наличия в него антивоенных убеждений отказаться от несения военной службы. Знаете, большинство экспертов, которые также в правовом поле занимаются помощью для отказников, как вы сказали, говорят, что уже это все не работает. Это есть номинально, но, как правило, этим воспользоваться очень и очень сложно. Я занимаюсь этой темой 20 лет. Развитием альтернативной гражданской службы в России все вот эти 20 лет занимались. И продолжаем сейчас заниматься, и у меня информация из первых рук, у нас горячая линия, на которую идут обращения. Отказаться при призыве на срочную военную службу, отказаться от военной службы трудно, но можно. Это продолжает работать. Но это сейчас в условиях войны требует, конечно, от призывника большей настойчивости, больше убежденности, потому что в военкоматах и призывные комиссии стали больше отказывать и давить морально на призывников и суды, когда они обжалуют эти решения. Тоже большее количество отказов. Но это пока остается. Любой, я вот хочу повторить, любой упертый и настойчивый гражданин Российской Федерации может отказаться от военной службы по призыву. Для мобилизованных это тоже работало. По мобилизации альтернативной гражданской службы как системы, как институты нет, потому что нет закона. Но конституционное право есть. И у нас мы зафиксировали, по крайней мере, чуть более тысячи случаев, когда при мобилизации люди отказывались от военной службы, просто заявляли о своих убеждениях, и их не брали в военкомат, не призывали в армию. Да, на фоне трехсоттысячного призыва это мало, но, тем не менее, эта возможность есть. И самое тяжелое положение у самих военнослужащих, те уже имеют статус военнослужащих и воюют. Я хочу напомнить и сказать, что российские военнослужащие воюют под... Они как рабы, потому что им запрещено увольняться. В них запрет всех увольнений. Это воюют контрактники, но контракт сейчас все приостановлены. И они воюют под страхом большого уголовного наказания за самовольное остановление части, за отказ от войны. Это 10-12 лет можно получить. И вот им отказаться от участия в войне сейчас уже довольно трудно. Есть возможность правовая отказаться от отношений оружия, заявить о том, что... Но это тоже сейчас уже криминализовано, и это просто путь в тюрьму. А пока ты не стал военнослужащим, пока ты еще на гражданке, пока тебе подлежит призыв либо на срочную службу, либо призыв по мобилизации, отказаться от участия в войне сложно, но можно. Это работает. У нас есть постоянное подтверждение этих... Поэтому я не просто так говорю, я работаю с отказчиками. Я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших словах, просто я отметила, что есть такой момент. Мне интересно, наоборот, разобраться, конечно, в этой теме, чтобы для наших зрителей была актуальная и достоверная информация. Количество увеличилось. Самих количеств альтернативных служащих еще не увеличилось. Это примерно тысячи, чуть больше тысячи каждый год проходит альтернативную службу. Но мы фиксируем просто увеличение количества заявлений в несколько раз с начала войны, с 22-го года. Так что интерес, по крайней мере, участие общества к этому есть. Ну и то, что срывается, я говорил о этой активнейшей компании вербовки на контракт, то, что по многим показателям она, можно смотреть, она срывается, это тоже говорит, что, по крайней мере, многие есть россияне, многие россияне не хотят идти на войну, даже за такие большие деньги. Точных цифр нету, официальной статистики нету, но, судя по всему, Минобороны не удается набрать такое количество по контракту, которое они хотели бы даже заманивать такими большими деньгами. И поэтому, кстати говоря, эта вербовка на контракт провалилась и в 22-м году, из-за этого пришлось объявить мобилизацию. И вербовка на контракт и проваливается в 23-м, и проваливается и сейчас. Но проваливается в том смысле, что Минобороны нужны сотни тысяч, а сейчас, по всей видимости, им удается набирать десятки тысяч. Поэтому они прибегают к вербовке заключенных, к вербовке мигрантов, то есть тех категорий, которые находятся под каким-то административным давлением, к вербовке тех, кто не платит алименты, и там есть решение судов. Ну, то есть как раз вот эти действия российской власти, которые вынуждены собирать на войну вот такие категории, находящиеся под давлением административным, как раз и показывают, что массово в российскую армию российский народ не идет. Если бы шли все добровольно военкоматы, то как раз никто бы не надо было вербовать из заключенных. Многие понимают, что это не та война, на которую нужно идти. И от нее можно отказаться. Кстати, о мотивах отказа хотела еще у вас спросить, если у вас есть общение личное с отказниками, что является главной причиной? Просто страшно идти на войну или действительно идеологические соображения, элементарные люди становятся убийцами, которых отправляют на войну? Потому что война не спровоцирована Украиной. Какие основные причины отказа? Есть какая-то статистика? Статистики такой нету по всеобъемлющей. Но вот из разговоров, в России этот закон об альтернативной службе принят 20 лет назад. И там на формулировке очень такие по хорошему стандарту, по мировым стандартам отказываться можно по любым убеждениям, которые противоречат военной службе. Это и философские, и политические, и пацифистские, и религиозные убеждения. И, конечно, многие отказываются по религиозным убеждениям, исповедуют такую-то религию и, значит, не хочу брать в руки оружие и убивать. По политическим, то есть заявлять о том, что это несправедливая война и отказываться именно от участия в войне в России сейчас трудно, потому что это сам такой отказ, само такое объявление, что эта война с Украиной неправедно, агрессивно и несправедливо, это отказ тоже криминализован. За это, по крайней мере, первое можно штраф получить, второе можно получить уже уголовное осуждение. И даже были у нас, правда, всего два случая, зафиксированные в прошлом году, когда на призывной комиссии молодых людей, отказывающихся от военной службы, пытались на этом основании дать административные штрафы, что вот они заявляют, что эта война несправедливая. Но всего два. Поэтому просто сейчас люди не говорят о таких причинах, вот, может быть, политических, но говорят о пацифистских. я не хочу уйти убивать, я не хочу, это не мое решение, мое решение жить в мире, религиозные, ну, то есть так, как российский закон допускает очень обширное, широкое толкование, то люди, наверное, выбирают вот такие широкие темы, которые, за которых российские власти тоже не могут осудить, но право на альтернативную службу они при этом могут получить. Сергей, я благодарю вас за то, что вы присоединились и открыли нам какие-то моменты с новой стороны. Сергей Кривенко, правозащитник, глава общественного движения, гражданин, армия права, был на связи с телеканалом Freedom. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.